Белое море – настоящее море. Там и звезды морские, и морские ежи, и кораллы. Выставка «Жизнь в лесу и водоеме» знакомит зрителей с флорой и фауной, карельских рек, озер и, конечно, Белого моря. Поскольку вода и леса в Карелии неразрывно связаны, здесь представлены не только водные жители, но и обитатели тайги. Посмотреть есть на что. Всевозможные рыбы, птицы, звери и растения. Все они собраны в одном месте, чтобы напомнить о богатстве северной природы нашего края. Интересно в первую очередь детям, начиная с дошкольного возраста. Потому что животные – это красиво, это интересно и это понятно, особенно маленьким детям. И мы вот такими выставками учим любить природу, потому что любить – это в будущем ее беречь. На экспозиции можно увидеть и весьма экзотические экспонаты. Совсем не свойственные для наших мест. Например, позвонок синего кита. Его размеры впечатляют, особенно на фоне одной из самых маленьких рыб Белого моря – трехыглой колюшки. Синий кит, конечно, в Белое море попал случайно, но вот тем не менее такая находка была найдена. Первыми новую выставку оценили учащиеся финно-угорской школы, которые пришли на ее открытие. Мне понравилось, интересно, очень рассказывают. И экспонаты красивые. И то, что вот я узнала, то, что нам даже в Белое море заплывал кит. И то, что озера, реки, они очень большие. И если их взять, то они в два оборота землю, как бы сказать. Вокруг открывают. Да. А почему тебе это интересно? Ну, потому что это мой край, интересно о нем знать. Для воспитанников детских садов и учащихся начальной школы на выставке будут проходить интерактивные занятия на разные темы. Например, хорошо ли жить в водоеме, где можно будет узнать о всевозможных приспособлениях животных к водному образу жизни. Кроме того, здесь можно проверить свои знания о водных обитателях. Электронный помощник вас либо похвалит, либо, как нашей съемочной группе, посоветует постараться узнать больше, чем и займутся. Татьяна Лапина, Сергей Беляев, Служба новостей.